Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа «Новости 24» в студии Атькат Магомедова. И вот что у нас на этот час. Россия заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата WorldSkills Абудаби 2017. Силовики нашли в Хасавертовском районе Дагестана тайник с бомбой и боеприпасами. Слетать из Махачкалы в Стамбул и обратно теперь можно за 8800 рублей. Накануне в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики обнаружили в Хасавертовском районе схрон с самодельным взрывным устройством и боеприпасами. Там же была найдена бомба в виде 10-литровой бочки с поражающими элементами в виде металлических дюбелей. Самодельное взрывное устройство взрывотехники уничтожили на месте. Мощность взрывчатки составила 2 килограмма в тротиловом эквиваленте, сказал собеседник. Тотальный диктант на 14 национальных языках народов Дагестана прошел в Махачкале. Преоприятие посвящено Дню дагестанской культуре, организованном Министерством по национальной политике. Кто поддержал инициативу и заодно проверил свою грамотность, расскажет Ларяна Шамхалаева. Аварский, Даргинский, Кумыкский, Лакский. Тотальный диктант народов Дагестана пришли писать махачкалинцы, желающие привлечь внимание общества к проблемам сохранения языков. Как отмечают эксперты, половина диалектов республики сегодня находится под угрозой исчезновения. Филологи ежедневно вырабатывают действенные механизмы, способные популяризировать речь и культуру народностей страны гор. Хочу сказать, что Министерство по национальной политике всячески поддерживает сохранение родных языков. К сожалению, мы говорили с руководством педуниверситета, эта работа немножко ослабла в последнее время. И нам предстоит сделать очень многое. Мы ездим по муниципальным образованиям, учителя, педагогические работники жалуются на малое количество или отсутствие хороших учебников на родных языках. В аудиториях на базе филологического факультета ДГУ написать диктант, как оказалось, изъявили желания большей частью студенты этого же университета. Диктант я решила написать, потому что я люблю свой родной язык и решила проверить свои знания. Сложно ничего не было, потому что диктант очень легкий. И все, что я и знаю литературно, для меня ничего сложного не было. В наше время лакский язык забывают родные языки. Очень мало даже на нашем факультете тех, кто разговаривает на лакском языке, в основном разговаривает на русском языке, забывают свой родной язык. Интерес у молодежи к родной культуре, истории и словесности есть, уверяют специалисты. Дагестанские языки не исчезнут никогда, но для этого необходимо увеличивать количество книг, издаваемых на родном языке. Нет программы, нет того учебника, нет следующего методического пособия. Вот и проблема. И вы, родители, когда сталкиваетесь с такой проблемой, не можете найти книгу, не можете найти какую-то программу, а вам нужно выполнить задание, которое задал учитель. Первая ваша реакция – да зачем мне это надо? Вон же есть английский, русский, китайский, я лучше этим буду заниматься, которые обеспечены. Поэтому нам бы обеспечить материальной базой. И все. По завершении диктантов, знак того, что дагестанские диалекты не потеряли своих носителей, участники исполнили песни на родных языках. Авиакомпания «Атлас Глобал», которая совершает полеты из Махачкалы в Стамбул, объявила о снижении цен на билеты в зимнем летном расписании. Теперь слетать туда и обратно эконом-класса можно за 8800 рублей. Прямое авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом открылось в апреле 2016 года. Рейсы совершаются турецкой авиакомпанией три раза в неделю. Напомним, аэропорт Махачкалы – старейшее и на данный момент единственное авиапредприятие в Дагестане. Пропускная способность международного аэропорта Махачкала на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, а на международных – 60 пассажиров в час. В Махачкале появилась назойливая реклама, вызвавшая широкое обсуждение и осуждение среди населения. Слоганы на баннерах содержат жаргонные слова и призывают к действию. Все это сопровождается двусмысленными картинками. Тему продолжит Гамзат Нурмагомедов. Махачкала переживает эпоху рекламного расцвета. На каждом шагу нам предлагают спектр услуг. Баннера призывают идти в лес, включать понты, плодиться. У счета всего 30 секунд, чтобы завлечь потенциального покупателя. Среди населения растет недовольство. Махачкалинцы считают подобные заигрывания с аудиторией неэтичными и неприемлемыми. Те, которые это пишут, это невоспитанность. Необразованность, что ли. Ну, сказали, что это невоспитанность. Нормальный человек такие вещи никогда не сделает. Нормальный человек рекламирует свой товар. Они высокие плохие вещи. Я на это как бы плохо смотрю, может быть, и другие смотрят. Это очень некрасиво. И читать даже неприятно как бы вот так. Я считаю, не нужно привлекать. Нужно более, чтобы дети же видели, чтобы им нравилось то, что они смотрят. Я считаю, что когда человек проходит, чтобы он видел, что ему понравилось это, а не вызывало неприятность. Такие приемы использовались и раньше, в 90-х годах. Данный маркетинговый ход вызван желанием каждого рекламодателя выделиться. Получить в их понимании вирусный эффект. Увидят, будут фотографировать, выкладывать в социальных сетях. Это все делается для того, чтобы, как говорится, хайпануть. Чтобы это именно внимание привлекло целевой аудитории. Это делается именно для этого. А продажи это увеличивает или нет? Лично интересовался. Нет, это не увеличивает продажи. Но еще хочу сказать такую вещь, что нужно все равно уважать людей, уважать свою целевую аудиторию и не относиться к ним как к быдлу какому-то, когда говорят там словечки типа «хапни», «взгреем» и так далее. У нас есть закон о рекламе, который должен следить за любой недобросовестной конкуренцией. Пресс-служба УФА сообщила, что ведомство работает только по жалобам граждан. Реклама – такой же инструмент пропаганды, как и средства массовой информации. Вместе с тем ее мы видим намного чаще и сознательно уже даже не обращаем внимания. Но наше бессознательное все фиксирует и воспринимает посыл, заложенный в рекламном сообщении. Я думаю, что самая неприятная часть в том, что оно в принципе появилось. Пока, с моей точки зрения, ничего из ряда вон выходящего пока. Но с точки зрения, например, концепции окна Овертона, это малейший шаг, после которого они смогут позволить себе больше. Понимаете? После которого потом еще больше. Сейчас, если посмотреть на улицу, то мы видим, что и мужчины, и девушки одеваются достаточно вульгарно и открыто. Лет 10-15 назад такого не было. Любая ошибка, любое аморальное, любая агрессия, она не происходит сразу вот на тебе. Почти-чуть, 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 почти-чуть. В Махачкале очень много рекламных баннеров, счетов, которые размещают везде, порой без соблюдения нормативных актов или даже норм этики. Избавить столицу от назойливой рекламы смогут только сани-махачкалинцы. Жалобами, обращениями в соответствующие структуры. Гамзатор Магомедов, Гилач Курбаналиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Абудаби 2017. Леки выиграл чемпионат республики за тур до его окончания. Коллектив Ислама Гарамкент в 17-м туре одолел команду училища Олимпийского резерва из Каспийска. Второе место заняла команда Хасавюрт. На третьем месте расположилась команда училища Олимпийского резерва. Итоги республиканского чемпионата по футболу будут подведены завтра. Ну а далее краткий обзор событий от Ларианы Шамхалаевой. С сегодняшнего дня вступил в силу новый административный регламент МВД по надзору за дорожным движением. Отменяются справки ГИБДД об авариях, а гаишникам разрешается останавливать водителей вне стационарных постов. Новый регламент формально запрещает гаишникам уходить за кусты, то есть прятаться от автобомбилистов. Потом внезапно выходить и останавливать машины на дорогах. В Дагестане проведут акцию по профилактике рака груди. Ее целями организаторы называют ранние выявления онкологических заболеваний молочных желез и повышение ответственности наших женщин за собственное здоровье. Мероприятие состоится 21 октября в 13.00 в Национальной библиотеке в Махачкале. Вход свободный. В Буйнакский район привезли остов самолета Ил-2, героя Советского Союза Юсупа Акаева. Он был поднят со дна Черного моря. Поисковики района свыше трех лет занимались возвращением на родину боевого самолета своего земляка. Теперь штурмовик героя будет находиться в Музее боевой славы имени Юсупа Акаева в муниципалитете. Россельхознадзор Дагестана запретил провозу в республику 33 тонны томатов из Азербайджана. Основанием для задержания продукции послужила неполная информация в фитосанитарном сертификате. Владелец груза был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Томаты возвращены обратно в страну экспортер. Трое паломников выходца из села Ботлих Ботлихского района вернулись из Хаджа. В конце мая 2017 года они отправились совершить паломничество на велосипедах. Через Иран на пароме им удалось добраться до Объединенных Арабских Эмиратов. Прибыв в Саудовскую Аравию, совершили все обряды и двинулись в обратный путь. В Дагестан паломники вернулись также на велосипедах. Футбольный клуб «Леки» из Маграмкенского района в шестой раз стал победителем чемпионата республики. Турнир с участием девяти команд из городов и районов республики проходил с 14 апреля. Так Российская Федерация завоевала 11 медалей и 21 медален за профессионализм. В медальном зачете наша сборная заняла пятое место. Россия подтвердила свое лидерство в шести профессиях. Золотые медали получили участники национальной сборной WorldSkills Russia по компетенциям веб-разработка, IT-решения для бизнеса, сетевое и системное администрирование, ювелирное дело, холодильная техника и система кондиционирования и экспедирования грузов. Кроме того, Россия получила четыре серебряные медали. Также сборная России получила 21 медален за профессионализм. Отметим, что награды присуждают конкурсантам, полностью справившимся с заданием и показавшим качественный средний уровень профессиональной подготовки. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар остановился на отметке 57,51 рубля, евро 67,89 рубля. Это были все новости на этот час. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте nnttv.ru. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова